Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Игнатов Маргарита, я специалист по ИДО, компания Коберлайн. Сегодня расскажу про обязательную маркировку товаров и поддержку ее в решениях 1С. Для начала сделаю небольшое отступление. Все материалы по маркировке можно найти вот здесь, в разделе ИТС. Есть лекции, есть разделы и подборки тематические по материалам маркировки. Можно найти ответы на любые вопросы. Очень рекомендую посещать сайт ИТС.ру. Для чего нужна маркировка? Во-первых, можно говорить о маркировке, это как о информационной системе, то есть единая госинформационная система мониторинга за оборотом товаров. Она призвана для того, чтобы следить за товаром, который промаркирован, начиная с момента его импорта на территорию страны, либо производства на территории страны, и заканчивая выводом из оборота и продажи конечным покупателям. Если говорить о маркировке как о процессе, то это нанесение марки с использованием кода идентификации DataMatrix. Все уже, наверное, видели, все знают. Сейчас уже много товаров продается с нанесенными кодами. И введена эта маркировка для того, чтобы защитить потребителя от нелегальной продукции. Что касается нормативного регулирования, во-первых, это государственная информационная система, введена с 1 января 2019 года, вступил в силу федеральный закон 488-й о единой государственной информационной системе. Оператором мониторинга назначена ООО, оператор ЦРПД, он также известен под названием «Честный знак». Вы все, наверное, знаете, да? Также хочу еще отметить, что ранее можно было обойтись без маркировки товаром отдельным организациям, которые, например, ИПН, ИНВД и в патентной системе налогообложения не обязательно было маркировать товар. С 1 января 2020 года это послабление тоже ушло, и что касается обуви, лекарств, одежды и из меха, они тоже обязаны маркироваться. В плане маркировки, соответственно, все категории товаров маркируются по разным правилам, с разными сроками маркировки, с разными сроками производства с учетом маркированных кодов и с разными сроками маркировки остатков. Все это рекламентируется отдельными постановлениями по каждой категории товаров. На слайде вы можете видеть сейчас постановления, которыми рекламентируется маркировка каждой категории товаров. Отдельно хочется рассказать немножко про каждую из них Ну вот еще, кстати говоря, внизу слайда есть ссылочка на лекцию 16 сентября 2020 года как раз проходила про практику применения и использования до и при работе с маркированными товарами Все этапы и сроки были означены вот в этом лектории и очень рекомендую к просмотру Ну что такое маркировка В принципе это не новость уже Уже были варианты маркировки Это ИГАИС, это меховые изделия которые в народе называли СУБАИС Тот же самый ВИТИС Это все уже проходили Но новые маркировки немного отличаются от них Имеют свои отличия, свои особенности Плюс они запускаются в сжатые сроки И для оперативного взаимодействия системы маркировки нужно вовремя подготовиться к переходу на электронные документы обороты и на маркировку С 1 июля, как вы знаете уже табачная и обувная продукция без нанесенных кодов маркировки невозможно Завершена была маркировка остатков обуви в сентябре этого года Но пока еще остатка маркировок Остатка обуви Я извиняюсь Маркировка остатков табака пока еще идет до 1 декабря 2020 года Все можно отследить по постановлениям Все изменения надо отслеживать К сожалению, все это ложится на плечи бухгалтеров Потому что если вы не соответствуете требованиям маркировки это может вовлестить штрафные санкции Плюс это все соотносится еще с законами о применении ККТ и регулировании товарооборот Ближайшие проекты маркировки Что будет вводиться Что сейчас уже вводится Это парфюмерная продукция Духи с 1 октября Уже введена маркировка Плюс фототовары тоже с 1 октября Пока еще по парфюмерной продукции маркировки остатков нет А фототовары до 1 декабря уже маркировка остатков должна будет завершиться Далее с 1 ноября вводится маркировка обязательная шинной продукции Шины это тоже отдельная тема Тоже есть лектории На сайте 1С и ТС Очень рекомендую посмотреть Далее вводятся товары легкой промышленности с 1 января 2021 года То есть тут тоже не так далеко осталось Маркировка остатков легкой промышленности будет до 1 февраля Но это касается конечно не всех товаров Это касается только отдельных категорий Какие товары именно подлежат обязательной маркировке Вы можете проверить по кодам ТНВ непосредственно в постановлении которое касается именно товаров легкой промышленности Дальнейшие кандидаты на маркировку которые пока еще не введены но планируются вводить Это отдельные виды молочной продукции будут Пока проекта постановления нет Но с 20 января ориентировочно начинают вводить уже поэтапно и маркировку этих видов продукции Далее идут кресла-коляски велосипеды Ну и соответственно потом идет расширение ассортимента товаров которые будут подлежать обязательной маркировке Вот У нас в далекое будущее конечно планируется все товары абсолютно маркировать и отслеживать в системе мониторинга Для чего бухгалтеру нужна маркировка товаров? Ну во-первых вся передача сведений о маркировке в эту государственную информационную систему она предполагает переходить на электронный документооборот с использованием универсального передаченного документа и в кассовых чеках указываются марки и все эти документы конечно традиционно отслеживает и отвечает за них бухгалтер Кроме того бухгалтера мониторят законодательство они должны отслеживать какие увлекутся последствия за несоблюдение законодательства и переносить это на организацию на ее бизнес-процессы Ну им как говорится не привыкать они со всем справятся особенно если учет в организации находится в порядке его не нужно приводить к каким-то определенным канонам потому что маркировка имеет очень много на самом деле требований которые не дают делать операции задним числом или как-то вести учет некорректно Чтобы начать работать в системе маркировки с чего следует начать нужно зарегистрироваться для начала в личном кабинете честного знака чтобы зарегистрироваться в личном кабинете вам понадобится 1С-подпись Вот предыдущий спикер рассказывал про сервис 1С-отчетность В этом сервисе в рамках его выпускается электронная подпись Многие, я думаю, уже с этим знакомы бухгалтера все сдают отчетность в электронной форме и поэтому у большинства уже есть электронная подпись Эта же электронная подпись используется для электронного документа оборота для этого сервиса Поэтому многим ее даже выпускать не нужно Ну и соответственно так как все настройки были сделаны для 1С-отчетности и программа по работе с электронной и цифровой подписью уже была установлена и настроена то в принципе это тоже пунктик, который у многих уже выполнен Вот, что еще требуется для маркировки? Ну, оборудование, конечно Заполнение документов и внесение всех кодов маркировки производится путем считывания кода Data Matrix Соответственно, нужно либо 2D-сканер либо терминалы сбора данных Все это, если нет, приобрести если есть, перепрошить и приготовить для работы с маркировкой Кассовые аппараты тоже придется перепрошить потому что только в последних прошивках поддерживается работа с маркировкой если у вас касса еще не обновлена, не прошита перед работой нужно будет это сделать Ну и надо ли говорить о том, что касса должна быть, конечно же, онлайн с передачей через оператора фискальных данных Кроме того, нужно подготовить программное обеспечение для работы с маркировкой то есть имеется в виду именно товароучетная система На этом слайде сейчас приведены релизы начиная с которых уже был введен функционал маркировки то есть если у вас программа не обновлена до этого релиза, то у вас, скорее всего, нет этого функционала Нужно обновиться до последнего релиза чтобы там были выпущены все обновления в соответствии с текущим законодательством Какие бывают рекомендации по автоматизации маркировки? Как можно с ней работать? Можно работать непосредственно через личный кабинет честного знака, то есть у них на сайте там все, в принципе, видно все коды маркировки в каком статусе они находятся там же можно произвести заказ кодов в честном знаке но это больше подходит для маленьких организаций которые только начинают, допустим, работу с маркировкой с небольшим объемом информации потому что если это большие организации с большим количеством товара и большим товарооборотом то работа через честный знак становится очень трудозатратной и неудобной вот, плюс к тому же нужно еще соотнести все данные которые вы вводите через честный знак и с вашей товароучетной системой если она у вас имеется в плане выбора, допустим, программного продукта который вам нужен если у вас нет товароучетной системы то 1С рекомендует выбирать программные продукты которые уже интегрированы с системой честный знак чтобы вы могли работать из вашей программы не выходя отдельно для работы с честным знаком ну, соответственно, линейка 1С она поддерживает интеграцию с этой системой вот, и все решения они автоматизируют процесс и поддерживают все операции работы с маркированным товаром если брать вот опыт гидрения, да, в систему маркировки можно разделить всех организаций на 4 типа ну, во-первых, это те, у кого вообще в принципе нет системы товарооборота да, товароучетной системы им рекомендуется, конечно же, ее выбрать вот, на основе своих предпочтений на основе бизнес-процессов которые вам нужны то есть это либо услуги оптовая торговля розничная торговля либо производство у фирмы 1С есть большой спектр программных продуктов ну, и, соответственно, партнеры фирмы вас проконсультируют по этому вопросу если в организации уже имеется типовое решение от 1С что требуется сделать ну, во-первых, нужно, конечно, еще раз повторюсь обновить до последнего релиза чтобы была актуальная информация вот, нужно научиться пользоваться функционалом посмотреть, как это работает научить сотрудников которые должны будут быть задействованы в системе маркировки наладить работу вот, ну, и, конечно же, перейти на IDO вот, если что-то не закрывает типовой функционал от 1С соответственно, ввести новые функции которые будут закрывать эти вопросы ну, срок зависит индивидуально, конечно ну, от нескольких недель если на предприятии используется нетиповое решение 1С можно рассмотреть вариант перехода на типовой релиз это отдельный проект тут надо рассматривать индивидуально, конечно но нетиповое, почему стоит так сделать, да? потому что нетиповое решение оно сложнее и дороже его эксплуатировать в новых версиях, вот, в типовых решениях доступна работа с новым оборудованием новые версии встроенного IDO доступны новые сервисы такие, как работа с каталогом вот, и новые версии обмена с честным знаком чтобы не было каких-то проблем при обмене в случае перехода на типовой продукт это отдельный проект внедрения и сроки зависят от размеров компании от ее объемов если у вас нетиповое решение и переход на типовой релиз невозможен тут уже идет прям совсем индивидуальный подход можно отдельно внешними обработками работать можно использовать отдельные блоки допустим, по маркировке внедрять отдельно блок и до вот, можно использовать как вариант ваше нетиповое решение и плюс еще типовую бухгалтерию, допустим то есть, ну, очень все индивидуально и сроки, соответственно, очень разбросаны в зависимости от индивидуальных особенностей вашей организации если нужна помощь в плане перехода на маркировку вы не справляетесь своими силами все материалы по поддержке в решениях 1С вы можете найти на сайте v8.1s.ru это в разделе маркировка, мониторинги, изменения законодательства плюс перечень партнеров, которые имеют компетенции и завершенные проекты по маркировке которых рекомендует прежде всего фирма 1С вы можете найти на сайте 1С.ru в разделе партнеры они отмечены галочкой готов к маркировке и 1С рекомендует использовать именно этих партнеров ну, конечно же, наша компания тоже находится в этом списке какие процессы работы с товаром затрагивает маркировка? маркировка затрагивает практически все за исключением тех моментов, когда происходит передача между разными складами, допустим, одного юридического лица то есть смысл в чем? основные сведения, которые передаются по маркировке они затрагивают изменение статуса кода в каком состоянии находится и собственника то есть если у вас не меняется собственник вашего кода как в случае, например, перемещения между складами то передавать информацию в честный знак не надо вот, а так, в принципе, маркировка имеет отношение и к производимой продукции и к импортируемой продукции и продаже продукции в розницу и возврат из розницы и в списание плюс еще и туда входит и агрегация упаковок это дополнительные коды которые распечатываются на короба имеется в виду агрегация упаковок и маркировка остатков, о которых я говорила выше комиссионная, дистанционная торговля и перемаркировка в общем, все эти процессы все будет соотражать это все передается информацией в честный знак какие категории товаров уже реализованы в программах 1С вот на скриншоте с программы видно это табачная продукция товар легкой промышленности одежда, фотокамеры, шины, духи, молоко, велосипеды обувная продукция, кресла, коляски еще в ближайшем будущем планируется выпустить альтернативные табачные продукции маркировка, минеральная вода какие операции реализованы что можно сделать непосредственно из окна программы 1С все в принципе то есть начиная с заказа кодов и до вывода из оборота мы начнем с эмиссии и печати кодов маркировки непосредственно из программы 1С можно заказать коды распечатать их и нанести на вашу продукцию для того чтобы это сделать потребуется сделать документ заказ кодов эмиссии передать информацию о нем в честный знак а потом когда честный знак на станции управления заказами сагрегирует вам ваши коды маркировки они к вам по обмену придут в вашу 1С базу и вы сможете распечатать и нанести на ваш товар таким образом когда происходит распечатка передается информация в честный знак товар уже считается промаркированным введенным в оборот далее можно осуществлять уже либо приемку либо отгрузку маркированной продукции через электронный документ оборот в случае оптовых продаж так же производится как альтернативный вариант оптовой продажи маркированной продукции методом прямого обмена я чуть позже расскажу почему он имеет еще место быть по поводу розничной продажи маркированной продукции естественно весь товар продается в розницу можно из программы 1С проверить онлайн статусы кода маркировки сагрегировать коды маркировки нанести их соответственно на короба продукции ввести в оборот вывести из оборота и списать допустим которые коды маркировки утратили актуальность или испортились их тоже нужно выводить из оборота Ну и, естественно, промаркировать остатки товара в продукции. На следующем слайде изображена схема всего товара движения. То есть, как код проходит изначально с момента того, как он появился, и до вывода из оборота. Изначально заказываются коды на производстве, на линии производственные, например, наносятся на товар. Либо, если в случае, если это импортер, то коды маркировки наносятся до ввода таможенных документов, то есть перед оформлением таможенных документов. Далее товар введен в оборот, отгружается оптовой компанией, ну, соответственно, между собственниками передается при продаже. И в случае розничного сегмента, при отгрузке, при продаже конечному покупателю, товар выводится из оборота. И на этом, собственно, цикл жизни, так сказать, кода маркировки заканчивается. Для того, чтобы начать имитировать коды на маркировке, предварительно требуется регистрация товаров в каталоге GS1.RUS. В случае с обувью хватает только этого каталога. В случае остальных всех товаров нужно еще, помимо него, регистрировать товар в национальном каталоге честного знака. Национальный каталог.рф Некоторым компаниям еще перед вводом маркировки приходится урегулировать вопросы введения справочной номенклатуры. То есть, если у вас номенклатура не делась в разрезе, нам нужны характеристики. Ну, вот, например, в случае обуви, это цвет, размер, материал, ширина, высота и так далее. Они все описываются для регистрации в каталогах. Тогда, соответственно, придется в вашей товароучетной системе эти все характеристики завести и скорректировать виды номенклатуры. У кого-то, в принципе, даже не заведена эта номенклатура. После того, как вы привели вашу номенклатуру в порядок, вы подаете сведения в национальный каталог и потом уже заказываете коды на эмиссию. На каком этапе происходит нанесение вот этих вот кодов маркировки, которые были сымитированы? Таких жестких требований нет. Это может быть на складе, это может быть момент упаковки, это может быть момент производства на линии. То есть здесь как бы жестко не регламентируется. Главное, чтобы был нанесен код маркировки до первой отгрузки, до ввода в оборот. На следующем слайде сделан скриншот из программы, как можно непосредственно из базы 1С подготовить сведения для каталога GS1. Есть отдельная кнопочка, которая формирует, соответственно, файлик, который загружается уже на портал. Все интуитивно понятно и просто и максимально сделано для пользователя. Эдо – это основной связующий элемент в системе маркировки, который между юрлицами и системой честным знаком является обязательным. В части табачной продукции Эдо обязателен. В части других категорий товаров это пока еще не обязательный атрибут, но со временем он станет обязательным и такой вариант, как прямого обмена, уже будет невозможен. Я же повторюсь, про прямой обмен расскажу дальше. Участники оборота маркированных товаров используют Эдо, чтобы уведомить оператора системы маркировки о переходе права на товар. То есть в тот момент, когда вы отправили электронный документ вашему покупателю или получили от вашего поставщика, приняли его, подписали, в этот момент происходит переход права собственности на товар, регистрируется это право собственности, отправляется информация в честный знак, и соответственно этот товар числится уже за определенным юрлицом. Такие изменения в процессах как бы вводить это не быстрое дело, поэтому надо начинать готовиться заранее. Опять же повторюсь, что некоторые моменты за один день не делаются. Тот же самый, например, на та же самая настройка роуминга, та же самая маркировка остатков. Это все занимает определенное время обучения пользователей, плюс соответственно на количество рабочих мест умножается и так далее. Больше можно узнать об этом сервисе 1С.ru на портале, портал 1С.ру, либо перейти по QR-коду. Подключиться к этому сервису можно прямо в вашей программе 1С, он уже встроен, то есть отдельно ничего ставить не надо, он есть во всех программах 1С. Более того, есть небольшая плюшка, это то, что 5 отправленных документов в месяц предоставляется бесплатно, без исключения всем пользователям программы 1С. Все входящие документы по сервису 1С.ru бесплатные. Далее, тем пользователям, у которых есть подписка ИТС, по их договору ИТС предоставляется льготный комплект документов. В случае уровня договора проф, это 100 комплектов документов в месяц, исходящих имеется в виду, и уровня техно, это 50 комплектов документов в месяц. Все, что выходит за рамки вот этих вот пакетов, оплачивается дополнительно, выставляется отдельный счет от оператора ИДО из расчета 10 рублей за пакет исходящего документа. Все входящие, опять же, повторюсь, бесплатные. Также рекомендую сайт техподдержки этого сервиса 1С.ru и телефон горячей линии, вы можете видеть это тоже на слайде. Там очень хорошая техподдержка, все частые вопросы, все здесь освещено, можете почитать на этом сайте, видео, инструкции, и все со скриншотами здесь можете найти. Как подключить этот сервис ИДО? Прямо непосредственно из программы 1С вы можете зарегистрироваться у оператора ИДО. Для этого нужно взять электронную подпись, о которой мы говорили ранее, либо выпустить электронную подпись и установить программу для работы с этой подписью. Программа для работы имеется в виду, это либо CryptoPro, либо VIPNet. После установки этих программ регистрации электронной подписи она добавляется в базу 1С, как установленная на компьютере, и создается профиль электронного документа оборота. Создается буквально в течение 2-3 минут. На скриншоте вы можете видеть, как происходит процесс. То есть отправляется заявление на регистрацию абонента, ожидается ответ оператора, и практически мгновенно создается учетная запись организации. После того, как вы зарегистрировали вашу учетную запись, вам нужно пригласить контрагента к обмену электронными документами, либо принять приглашение от вашего контрагента, если он вам его уже отправил. Здесь хочу обратить внимание на то, что очень важный момент при приглашении контрагента к электронному документу обороту. Иногда требуется заранее знать идентификатор контрагента, потому что у одного юрлица может быть несколько учетных записей электронного документа оборота. И чтобы знать, с какой учетной записью вы все-таки настроили обмен, желательно уточнить эту запись, у него непосредственно получить заранее. Либо момент отправки приглашения. В форме настройки приглашения также указываются галки, что обмениваться будет универсальным передачным документом. Также бывает настройка подписания, то есть, либо это подписывает руководитель организации, либо другое полномоченное лицо на основании доверенности. Он может быть один в списке подписантов, их может быть несколько. То есть, допустим, если есть какая-то в организации специальная структура подписания, допустим, подписывает сначала гугл, а потом руководитель. И только после этого документ отправляется электронный вашему контрагенту. Это называется маршруты подписания. Также прямо из 1С можно создать электронный документ. Можно из формы документа, можно из формы списка документов. Можно выделить сразу несколько реализаций там, или несколько поступлений, которые вы хотите электронно отправить. И пачкой, нажав на кнопку «Иду», просто нажимаете «Отправить электронный документ», и он переходит уже в интерфейс обмена по электронному документу «Оборот». Далее остается только подписать и отправить вашему оператору. Что еще можно? Можно еще автоматически сопоставить номенклатуру покупателя с номенклатурой поставщика. То есть, на основании электронного документа, который приходит к вам в вашу товароучетную систему, вы создаете уже непосредственно документы, либо справочную информацию у вас в базе. Либо связываетесь с уже имеющейся. Допустим, если номенклатура, которая вам пришла электронно, у вас уже заведена в базе, вы просто ее связываете и указываете, какую номенклатуру подставить в документы. Все документы создаются автоматически на основании электронного входящего документа. То есть, вам не нужно ничего забивать руками, вы, в принципе, нажаете, грубо говоря, кнопочку «Создать». Сопоставленная номенклатура вам переходит в документ. И остается только провести готовый документ. То есть, это очень уменьшает затраты, трудозатраты на обработку информации. Все документы, которые прошли полностью весь цикл ИДО, от подписания до завершения и принятия другой стороной, можно убрать в архив ИДО. То есть, если по нему закончился цикл, чтобы они на глазах не висели, убирается в архив. Если вам нужно предоставить какие-то документы, данные, допустим, в ФНС, можно выгрузить из этого архива ИДО непосредственно электронный пакет документов вместе с электронными подписями, которые были проставлены, и отправить в требуемую организацию. Операторы ИДО бывают разные. То есть, у этого сервиса используется не один оператор, хотя основной остается «Калуга Астрал». Но также там еще интегрированы операторы работы с ними. TaxCom, Tensors, SBIS и другие. Если с кем-то не интегрирована работа, допустим, для обмена, то нужно оформить заявление на роуминг. О нем я говорила тоже уже ранее. Учитывайте то, что заявление на роуминг обрабатывается где-то в порядке 10 рабочих дней. То есть, это процесс не быстрый, плюс требует отправления определенных документов, заполнения и прикрепления при отправке заявления. По поводу постановлений. На слайде вы можете видеть приказы ФНС, которыми утверждена форма универсального передаточного документа, ТОР-12 в всех-то расхождениях. И формат УКД сейчас в процессе корректировки. Раньше использовались УКД с дополнительными полями, сейчас это будет уже встроенный функционал. Для пользователей это не особо что-то меняет. На самом деле, едем дальше. Расскажу немного про оптовые продажи маркированной продукции. В случае документа реализации товаров и услуг, допустим, оптовая продажа. Можно на картинке видеть, как происходит связка. Юрлицо, которое, допустим, производитель товара, передает данные через оператора ИДО в систему маркировки, вводит в оборот и отгружает, соответственно, уже другому юрлицу. И в этот момент происходит смена собственника. Производится сканирование кодов маркировки с упаковок и логистических упаковок, либо загрузка данных в зависимости от организации процесса отгрузки. В этот момент, ну что стоит обратить внимание, да, то, что вручную коды маркировки не вводятся в документы при отправке по ИДО, это просто невозможно. Поэтому, опять же, стоит вопрос с оборудованием, либо сканер, либо терминал сбора данных. Из документа реализации формируется универсальный передаточный документ, и из него уже передаются через оператора данных. Данные передаются в систему честный знак. Вот так выглядит форма реализации. Раньше нужно было вводить только информацию реализации о товарах, ну, либо услугах, да. Вот сейчас, получается, внутри реализации есть еще дополнительное рабочее место. Это, оно называется «Подбор и проверка продукции». Ну, тут на скриншоте обувной продукции, да, в пример введен. То есть, что это дает, это рабочее место? Вы, открывая это окошко, сканируете те коды, которые физически будут отгружены вашему клиенту, те короба, в которых лежат, соответственно, эти коды продукции. Ну, в случае коробок, да, то есть, вот есть короб из пяти пор обуви, и в нем, соответственно, лежит там пять коробок обуви. Вы сканируете сначала короб, и тот код, который на нем нанесен, потом вы сканируете уже непосредственно коды с коробки. И таким образом заполняете короб, таким образом заполняете весь документ. Главное, конечно, критерие, это чтобы вот эти зеленые галочки стояли, что код в наличии, то, что его можно отгрузить. Если кода нет в наличии, он не зарегистрирован в системе «Честный знак», на нем не внесена еще информация, он не введен побороться, соответственно, продать вы его не сможете, программа этого вам сделать не даст. Когда у вас все уже заведено, все коды введены, то можно, соответственно, уже создавать на основании реализации электронный универсальный передаточный документ, в нем уже будут содержаться коды маркировки, и они уже передаются в «Честный знак». Аналогичная схема работы происходит и с приобретением товаров и услуг, только тут разница, соответственно, в чем. В электронном документе, который вам приходит в вашу базу, уже введены коды маркировки, вам остается их проверить. И после того, как вы их отсканировали, все проверили, опять же, они зелеными галочками засветились. Вы уверены, что с этими кодами все в порядке, вы можете их принять. Если имеются какие-то расхождения, то тут, соответственно, два варианта. Либо вы их отклоняете с документ, и вам выставляют новый электронный, либо, если вы его уже приняли, был такой момент, но вам при этом нужно вернуть что-то, тогда уже делайте корректировочный документ. После того, как данные были переданы в систему «Честный знак», можно зайти непосредственно в личный кабинет «Честного знака» и проверить, как он отражается, в каком статусе. На слайде можно видеть скриншот с личного кабинета «Честного знака». Там, собственно, исходящий документ, отгрузка, универсальный передачный документ. Это способ получения ЭДО, то есть через оператора. Что касается опыта запуска пилотных проектов. В основном у небольших компаний ЭДО не бывает, как правило, либо у них вообще, в принципе, нет, допустим, товароучетной системы, им, конечно, сложно все дается. У крупных компаний, как правило, ЭДО уже давно внедрен. Остается внести корректировки по части функционалам, именно маркировки, перенести все это на бизнес-процессы предприятия, скорректировать зачастую эти бизнес-процессы, потому что если бухгалтерия, например, не работает с онлайн-документами и собирает документы в режиме «За период один раз», то такая схема, конечно, не подойдет, потому что система маркировки и электронные документы оборот со сроками в три дня после отгрузки нам этого не даст сделать. Схемы по договоренности, по которым можно переделать документ задним числом, соответственно, тоже уже не будут работать, вычерки на бумаге, и все это уже теряет свою актуальность, соответственно, приходится менять принцип работы с учетом ввода маркировки. Большинству компаний пришлось задуматься о работе с терминалами, например, когда у них идет разделение потоков, когда склад работает отдельно, бухгалтерия отдельно, то есть уже в документе реализации работает не один человек. Раньше реализация относилась сугубо к бухгалтерским документам, сейчас она относится уже и к складским документам по этой части, потому что информацию о том, какие именно коды маркировки будут отгружаться, вводит непосредственно тот человек, который работает с этим товаром физически, либо с терминала сбора данных, либо со сканера, который сканирует эти коды. Ну и, соответственно, если будет вот такая каша в кодах, ну, никогда вы не разберетесь, не только бухгалтера, и только строго поставленный учет, и строгие инструкции в работе с маркировкой могут вам помочь. Если у вас используются какие-то еще дополнительные обработки для работы с СИДО, то это еще один момент, который нужно будет отдельно проработать при внедрении маркировки. Протестировать работу до введения сроков обязательной маркировки. То есть все желательно делать, конечно, заранее. По части методических рекомендаций по работе с расхождениями. Вот на слайде представлена ссылка и QR-код, где можно посмотреть. Схема работы с расхождениями, она предполагает, что если у товара уже сменился собственник, то, соответственно, откатить не получится. Просто взять и отменить документ, который вы отправили. Тут уже нужно делать корректировку, чтобы, ну, соответственно, сменить собственника. В принципе, ну, сначала сформируется акт расхождения с учетом кодов маркировки, потом делается торг-2, потом этот торг-2 отправляется и на стороне продавца подтверждается, что оно принято, и на основании этой торг-2 уже делается корректировка. То есть или универсальный корректировочный документ, либо универсальный передаточный документ исправительный. Отправка этих документов, передача данных уже потом происходит с использованием оператора IDO, и таким образом происходит смена собственника и корректировка. Поначалу это может, конечно, показаться сложным, но на самом деле там интерфейс очень понятный, и можно довести просто до автоматизма все эти операции, но, опять же, для начала нужно разобраться, и требуется определенное время и трудовые затраты на то, чтобы ввести вот это все в свои бизнес-процессы. Расскажу немножко про прямой обмен в случае оптовых продаж, если не используется оператор IDO. Что имеется в виду? Если у вас вы работаете, например, в личном кабинете честного знака, вы, соответственно, непосредственно в самой этой системе вводите данные, то есть вы не передаете их из вашей базы 1С сначала оператору IDO, а потом оператор IDO уже в честный знак убирается вот это звено. Кто-то может сказать, что это звено на самом деле лишнее, но оно не лишнее, и к тому же оно еще и будет обязательно во всех случаях. Сейчас поэтапно вводится момент IDO. Также прямой обмен возможен без оператора IDO, если происходит отгрузка государственным учреждениям, либо если отгрузка происходит не участнику оборота. Тот, кто не имеет электронного документа оборота в принципе, и он не обязан покупать, точнее подтверждать переход права собственности, если организация, например, приобретает товар просто под собственные нужды. Нужно вывести эти коды маркировки из оборота. Когда использовать прямой обмен? Ну, если нет IDO, как я уже говорила, вот, и если роуминг настроен не со всеми операторами. Если бывают ошибки, ну, такое пока еще случается, но опять же все это корректируется и исправляется, вот, тогда иногда бывает возможность и потребность вывести этот код маркировки из оборота, вот, так как вы его по факту не можете передать, продать, передать другому собственнику. И пока, конечно, прямой обмен еще существует, но это, опять же, решение временное, но оно носит такой более корректировочный характер, чтобы была возможность что-то скорректировать, какие-то огрехи вот сейчас на этапах, пока это все вводится в тестовом режиме. Потом, соответственно, когда уже будет налажена система, прямой обмен уже будет невозможен, и будет считаться нарушением. Вот на скриншоте изображена отгрузка товаров именно прямым обменом, то есть на основании реализации делается отгрузка товаров, и с МП, и дата вывода из оборота указывается, либо на основании приемки товаров. В случае розничных продаж маркированной продукции, ну, мы все уже видим, да, как работают, в принципе, кассиры из рабочего места, когда он сканирует сначала обычный штрих-код, потом сканирует штрих-код маркировки дата-матрикс, в этот момент выполняется онлайн-проверка этого кода, может ли он отгрузиться, да, заведен ли он в системе, принадлежит ли он этой организации, соответственно. Если контроль пройден успешно, то в чек подбирается код маркировки, пробивается чек, этот код передается в контрольно-кассовую технику, в ТЭГе 1162, и, соответственно, потом через оператор фискальных данных уже передает данные об этом коде маркировки, выводи его из оборота, уже в честный знак. Помимо актуальной версии программного продукта, обязательно должна быть установлена прошивка ККТ нужной версии. Вы можете посмотреть на сайте nts1s.ru, какие ККТ сертифицированы для работы с программными продуктами 1С, ну и, соответственно, технические подробности, вот можно найти по ссылке на слайде. Спасибо за внимание. Сейчас рассмотрим новые изменения в 1С-бухгалтерии, в программе 1С-бухгалтерия 8, какие новые возможности у нас появились в новых релизах. У нас упрощена работа с УПД, тоже много было вопросов с этим, сейчас это очень просто реализовано в последних релизах. Отгрузки без перехода права собственности тоже поменялся, порядок немножко. Порядок отгрузок и порядок проводок. Рассмотрим их поподробнее. Сделаны изменения в помощнике расчета НДС, которые упростят нам работу. И сделана интеграция с кабинетом ФТС и автоматизирован раздел 1 декларации по НДС. Также поговорим немножко о планах налоговой и о планах 1С в связи с планами налоговой. Итак, краткий экскурс в историю. Что такое УПД? У нас закон о бухгалтерском учете 402 ФЗ предусматривает 7 обязательных реквизитов для первичных документов. Во всех первичных документах такие реквизиты обязательно должны быть исключением. И соответственно, каждая организация может разработать свои формы первичных документов, которые она обязана применять и зафиксировать. Это можно в учетной политике организации. При этом есть у нас некоторые случаи первичных документов, когда мы обязаны применять строго регламентированные формы. В частности, это касается кассовых документов. Также у нас есть путевой лист, например, где у нас тоже есть обязательные реквизиты, которые установлены дополнительно в соответствующем положении Минтранса. Но для обычных документов мы можем разработать свои формы. Главное, соблюдать 7 обязательных реквизитов. Так вот, ФНС давно уже, еще в 2013 году разработала форму универсального передаточного документа. и рекомендует эту форму для применения всем организациям. Тем не менее, мы можем добавлять туда свои строчки, свои реквизиты. Главное, чтобы все 7 обязательных реквизитов оставались на месте. УПД у нас представляет собой совмещенную форму счета фактуры и накладной торг-12. И в программах 1С сейчас сделаны более удобные способы работы с УПД, потому что все больше и больше переходят все компании на него, потому что это удобно. Вместо двух документов мы печатаем один. Итак, печатная форма УПД выглядит следующим образом. Я думаю, что вы, конечно же, знаете. Номер у нас, самое главное, что в одной части у нас счет фактура, и дальше в части ниже у нас идут реквизиты торг-12. В программе 1С раньше было как в старых релизах. Если мы регистрируем документы от поставщика, то мы вписываем номер документа, либо это акт, либо поступление товаров по товарной накладной. И счет фактуры мы должны были регистрировать вручную, вводить от поставщика номер и дату счета фактуры. Только после этого у нас регистрировалось счет фактуры от поставщика. То есть, несмотря на то, что поставщик нам предоставлял УПД, мы все равно в программу вводили два документа. Это поступление и это счет фактура. Сейчас же в программах появилась, в программах 1С бухгалтерия, появился переключатель, вот такой вот УПД. Если мы его переключаем при вводе, то автоматически формируется гиперссылка на счет фактуру, и счет фактура регистрируется в программе автоматически как УПД. Мало того, программа запоминает, от каких поставщиков мы получаем УПД, и вот от одного поставщика мы ввели, в следующий раз, когда мы вводим документ от этого поставщика, программа автоматически проставит переключатель, включит переключатель УПД. То есть, вот программа запоминает, какие поставщики выставляют УПД, а какие выставляют торг-12 и счет фактуру. Соответственно, при вводе следующего документа у нас уже установится этот признак автоматически. Если же мы поменяем, то есть, допустим, нам поставщик выставил УПД, а потом опять начал предоставлять акты и счет фактуры, допустим, если у него услуги, или торг-12, счет фактуру, то мы убираем этот флажок, и в следующий раз программа опять запомнит. То есть, программа запоминает состояние договоренности с поставщиками. Соответственно, если у нас поставщик выставляет не УПД, а раздельные документы, как раньше, то этот флажок мы не включаем. Вот и все. То есть, вводим документы, как раньше. Отдельно номер входящего документа и отдельно номер счета фактуры. Также такой признак УПД, добавлен и в исходящие документы, в документы реализации услуг, реализации товаров. Здесь тоже мы можем установить этот флажок, и у нас убирается, сразу автоматически убирается кнопка «Выписать счет фактуру». То есть, в этом случае у нас формируется одна печатная форма, это УПД. То есть, если у нас установлен этот значок, и вы нажмете на кнопочку «Печать», то у вас там будет только УПД к печати, возможно. Чтобы распечатать отдельные документы, нужно убрать флажок УПД. И также программа сохраняет, запоминает наши договоренности с контрагентами, и в разрезе контрагентов этот признак сохраняется, так же, как и с поставщиками. Также поменялась печатная форма акта сверки, что очень удобно, потому что, когда раньше поставщики нам, или мы выставляли покупателям УПД, в акте сверки все равно подтягивался номер документа в программе, номер счета фактуры, и в акте сверки у нас была просто реализация товаров и услуг, или была, например, счет фактура, номер такой-то, хотя на самом деле это УПД. Особенно неопытных каких-то пользователей этот момент достаточно хорошо путал, и они не могли нормально свериться. Опытных бухгалтеров, конечно, в заблуждение не введешь, но, тем не менее, для новичков это было достаточно сложно для понимания. Теперь в акте сверки у нас только, если это УПД, то выводится номер УПД. И так прямо и прописывается УПД. Если счет фактура, то так и прописывается, счет фактура и номер. И также в списке документов реализации товаров и услуг тоже отображается номер либо счета фактуры, либо УПД. То есть выставленный УПД, теперь легко найти в списке, можно осуществить поиск по номеру УПД. Соответственно, по этому же списку можно формировать список документов налоговую, тоже если они присылают нам запросы по встречкам или какие-то еще запросы. Когда мы собираем документы, мы делаем к этим документам реестр документов. Соответственно, теперь удобно формировать такой реестр, не перезаполняя руками УПД это или счет фактура. Также появились быстрые команды для выставления УПД на начальной странице, когда вы заходите в программу и у вас открывается начальная страница. Там вы могли раньше выставить счет, акт или накладную, а сейчас появилась еще кнопочка УПД. Нажимая ее, вы выбираете, какое УПД вы выставляете на товары либо на услуги. Это все, вот все, что я рассказала, оно появилось с релиза 3.083. Соответственно, если у вас этого нет, то проверяйте релиз, обновляйте программу. Дальше переходим к отгрузке без перехода права собственности. Связаны эти обновления программы с тем, что в этом году, все вы знаете, стала востребована бесконтактная доставка из различных магазинов. И в бухгалтерском учете у нас такие операции отражаются как реализация товаров без перехода права собственности. И в дальнейшем мы формируем документ реализации отгруженных товаров. В связи с этим у нас возникало, и у бухгалтеров, они все со мной согласятся, что возникали некоторые моменты, связанные с НДС и также по зачету оплаты. То есть при отгрузке товаров без перехода права собственности у нас не возникало задолженности. Мы не понимали, да, сколько нам клиент должен. Не могли понять, как нам зачесть предварительную оплату. То есть это все приходилось как-то вручную учитывать. Очень было неудобно. И в результате у нас оплаты после отгрузки, то есть мы сделали документ реализации с отгрузкой без перехода права собственности. К нам пришла отплата от клиента, и она у нас висела как аванс. Хотя на самом деле уже товар поехал. И также была ошибка, что если реализация отгруженных товаров и отгрузка без перехода права собственности находятся в разных кварталах, то вычет НДС предварительной оплаты у нас, соответственно, тоже формировался неправильно. Мы должны были его делать в квартале непосредственно отгрузки. В этот момент сейчас в 1С, в программах 1С автоматизирован. Введен технический счет ОТ. Здесь может быть не очень хорошо видно на скрине, но вы скачайте презентацию и посмотрите потом в дальнейшем. Также я могу сейчас сделать экран, показать вам, как это проводки делаются. Мы сначала, значит, формируем документ реализацию. Сейчас я вам покажу экран. Делаем документ реализация без перехода права собственности. И у нас формируются проводки с... Сейчас, секунду. У нас формируются проводки на вот этот технический счет ОТ. На нем формируется задолженность покупателя нашего по отгрузке. И это для нас важно для корректного учета оплат, которые поступают от клиентов. Мы можем сформировать оборотку по этому счету и посмотреть в разрезе каких клиентов, кто нам сколько должен, а также оплату туда повесить. Ой, прошу прощения. Так. Вот это не то. Хочу вам показать в бухгалтерии. Сейчас, секунду. Напишите, пожалуйста, в чат, видно ли мой экран. Так, кто-то пишет, видно, кто... Все, плюсики пошли. Отлично. Смотрите, вот реализацию мы делаем. У нас поехал товар к клиенту, да? Отгрузка без перехода права собственности в программе 1С. И после того, как мы ее провели, у нас будут вот такие движения. То есть у нас товар этот пошел на 45-й счет, пока он не доехал до клиента, и сформировалась задолженность на счете ОТ-01. Вот, по этому клиенту. То есть вот такая проводка формируется. А в дальнейшем, когда мы будем делать уже непосредственно... Здесь мы на основании, допустим, у нас все, товар доехал, мы делаем реализацию отгруженных товаров. Сейчас подтормаживает. Так, вот у нас реализация отгруженных товаров. Все, товар отгрузился. И смотрим проводки. Вот у нас формируется списание с этого счета ОТ-01, да? То есть перенос этой задолженности непосредственно на 62-й счет. А также формируется задолженность по налогу, да? По НДС. Здесь у меня просто упрощенная схема, не введен счет фактура. Ну, вот такие вот проводки формируются. Подробные проводки есть в презентации. И скачивайте ее, и она у вас... Ну, посмотрите уже непосредственно в презентации. Так, идем дальше. Идем дальше. Сейчас показываю дальше презентацию. Вот, предварительный зачет авансов у нас делается по счету 62 ОТ. ОТ формируется, то есть к нам приходит оплата. И формируется... Эта оплата идет на счет 62 ОТ. И на нем же формируется зачет аванса. И на счете ОТ формируется задолженность по отгрузке. И она уменьшается сразу на сумму предварительного аванса. То есть у меня там в демонстрации была отгрузка. А если, например, к нам придет оплата... У меня в демонстрации в отгрузке было уменьшено, уменьшен счет ОТ. А если к нам придет оплата, то вот выписка банка также сделает движение по этому счету. Уменьшит задолженность. То есть с помощью этого технического счета вы можете отслеживать задолженность покупателей с отложенным сроком перехода правособственности. И, соответственно, оплаты, которые поступят после отгрузки, они производят... Выписки банка будут формировать проводки также по счету 62 ОТ, производить предварительный зачет, зачет предварительных оплат. И уменьшаться также задолженность по отгрузке по техническому счету ОТ. И после перехода правособственности непосредственно все зачтенные ранее оплаты, они погашают общую задолженность... Ой, что-то... Так. Погашают общую задолженность по отгрузке на счете ОТ. Напишите, пожалуйста, в чат, видно ли презентацию. Я сейчас показываю вам презентацию. Напишите плюсики, если видно. Все, отлично, хорошо. Так. И, соответственно, после перехода правособственности у нас полностью погашается задолженность по отгрузке на счете ОТ. И вся оставшаяся задолженность нашего покупателя, если он ее до сих пор не заплатил, то она переходит на 62 счет. И дальше мы уже это отслеживаем по 62 счету. Соответственно, резюмируя, да, с релиза 3.081, зачет предварительной оплаты у нас теперь в программах 1С бухгалтерия автоматизирован. Соответственно, формируется виртуальная задолженность. Авансы бронируются на счете 62 ОТ. Один для рублей, два для, два и три, субсчета введены. Один для рублей, два и три для валюты и условных единиц. И также оплаты после отгрузки бронируются на счете 62 ОТ в пределах вот этой виртуальной задолженности. И также еще вычет по НДС по предварительной оплате. Он возможен после отгрузки. То есть мы сразу его делаем, не дожидаемся документа уже по реализации отгруженных товаров, уже не будет делать этот вычет. То есть все согласно налоговому кодексу. Схема это полностью автоматическая с новых релизов. Вы, конечно, можете зайти и проверить эти проводки, но при правильной настройке базы они должны формироваться правильно. Да, кстати, вот я не сказала, что если вы только начинаете работу с переходом правособственности, у вас может быть такое, что в программе нет возможности сформировать реализацию без перехода правособственности. И вот тогда в этом случае вам нужно... Вот вы заходите, например, в журнал реализации товаров и услуг, вот я сейчас показываю. Здесь нажимаете плюсик, да, создать реализацию. И вот такого у вас может не быть отгрузка без перехода правособственности. В этом случае идите в главное, заходите в функциональность и настраивайте, ставите галочку в разделе торговля. То есть проверяйте, да, чтобы у вас стояла галочка вот эта отгрузка без перехода правособственности. Только в этом случае у вас будет возможность сформировать всю цепочку документов, про которую вот я сейчас вам рассказала. Так, идем дальше. Возвраты отгруженных товаров. Соответственно, бывают такие ситуации, когда какой-то товар не доехал, или, например, покупатель отказался на месте, или ему доставили товар, но он потом его вернул. В этом случае можно было, раньше можно было отразить факт возврата таких товаров только после реализации отгруженных товаров, только после того, как мы проведем этот документ. Но вот в случае, например, если курьер не доставил отправление или что-то еще, где-то потерялся товар по дороге, такое тоже бывает. В этом случае были проблемы с отражением таких операций. Сейчас это автоматизировали. Есть новый у нас вид операции «Отгруженные товары». Когда мы делаем возврат от покупателя, мы можем выбрать новый вид операции «Отгруженные товары». Документ с таким видом операции у нас будет также автоматически формироваться на основании документа «Реализация товаров без перехода права собственности». Там вот заходите, где создать на основании, и там есть эта возможность. Если же вы создаете документ возврат от покупателя вручную, то просто выбираете вид операции «Отгруженные товары». В этом случае, в этот такой документ, он автоматически заполняется, когда вы выбираете документ отгрузки, заполняется всеми товарами, которые поехали к клиенту, и вы выбираете, какой товар клиент вернул. То есть документом возврат от покупателя с видом операции «Отгруженные товары» формируется, отражается возврат товаров, которые по какой-то причине не доехали до клиента или были возвращены при доставке. То есть, например, отказался при доставке. И, соответственно, эти товары, документ возврат товаров от покупателя с таким видом операции формирует проводку по возврату этих товаров со счета 45, на счет 41 или на счет 10, смотря как у вас, с какого счета продается товар, на счет 41 обычно. И также он отменяет зачет предварительной оплаты. Если уже клиент что-то оплатил, то вот такой документ возврата от покупателя, он отменит оплату за этот товар, и вы сможете ее вернуть. И, соответственно, вычет по НДС, то есть если при отгрузке товаров у вас начисляется НДС, в случае отмены отгрузки вы этот НДС уже корректируете, принимаете к вычету. То есть делаете корректировочный счет фактура, и регистрируете его в книге покупок. Это тоже все делается автоматически. Соответственно, вот схема до реализации вот этой автоматизированной схемы, у нас отгрузка без перехода права собственности была со всякими осложнениями, да, и с ручными операциями, и все это было неудобно и неправильно с точки зрения законодательства. После же автоматизации, после обновленных релизов у нас теперь все делается правильно, все проводки формируются правильно, и НДС мы можем также принять к вычету, и либо принять к вычету, выставить НДС с аванса и принять к вычету, а также после возврата товаров. Теперь мы все это делаем правильно и автоматически. Соответственно, вот можно отразить возврат отгруженных товаров без факта реализации, пока еще товары не доехали до клиента, и при этом у нас будут формироваться все необходимые движения. И для юридических лиц мы можем выписывать корректировочный счет фактуру. Следующие изменения в новых релизах. С релиза 3.077 действуют изменения в помощнике расчета НДС. У нас это и было, что безопасная доля вычетов у нас была и ранее в программе 1С, сейчас мы можем ее отключить, то есть в настройках налогов и отчетов мы можем поставить галочку и не контролировать эту долю вычетов, и увеличена у нас точность, то есть раньше можно было только с точностью целых единиц, сейчас можно с точностью до одного знака после запятой контролировать долю вычетов. Такое маленькое изменение, но если у вас большие налоги, то достаточно хорошо может вам помочь. И также еще в помощнике расчета по НДС можно отменить запущенный раньше расчет. Раньше, когда у нас было много, если много-много документов, то мы запускаем помощник по учету НДС, по расчету НДС, и он долго рассчитывает, можно пойти там под чай попить, а если мы понимаем, что что-то неправильно сделали, то мы должны сначала дождаться завершения операции, и в этом случае можно весь день так провести, бесполезно. А сейчас вот появилась кнопка «Отменить», если мы понимаем, что нам что-то неправильно там сделали, мы можем нажать «Отменить», «Доделать» и запустить его заново. А также мы видим, сейчас можем увидеть, если этот помощник по расчету НДС запущен у какого-то другого бухгалтера. По подтверждению экспорта, начиная с отчетности за первый квартал 2020 года, все, кто занимаются экспортом, знают, да, что налоговая служба начала требовать первый реестр вместо пятого. И таким образом в реестры по 1С программа 1С автоматизировала заполнение первого реестра взамен пятого, согласно требованиям налогового. С версии программы 3.0.76 это изменение действует, и мы можем заполнять автоматически первый реестр. Также в программе теперь с релиза 3.0.83 есть интеграция с личным кабинетом федеральной таможенной службы. Когда вы создаете таможенную декларацию на экспорт, там появляется сверху баннер с гиперссылкой, подключитесь к таможенному кабинету, вы его нажимаете, вводите свой логин, пароль, и можете номер декларации, вам будет вываливаться список прямо из таможни. Вы можете там выбрать свой номер декларации на товары прямо в программе, подобрать его из списка, который будет загружаться из личного кабинета таможенной службы. Причем те номера деклараций, которые вы подбирали в раньше, в более ранних декларациях, они уже вам будут подсвечиваться светло-серым, и вы будете сразу видеть, что вот этот номер вы уже использовали. Будем теперь... ну, то есть увидите, что вы его использовали, и, соответственно, не будете его выбирать, что исключает риск ошибок и повторных каких-то задовоений. То есть работает такая проверка. Ну, поговорим немножко о планах, да, налоговая готовится к учету прослеживаемых товаров, то есть планы налоговой по отслеживанию товаров, они увеличиваются, расширяются, налоговая интегрируется активно сейчас с таможенными органами, маркировка товаров проходит по онлайн-кассе, у нас тоже товарный учет ведется, по упрощенке планируют ввести также товарный учет, что упрощенцы будут сдавать декларации, примерно похожие на наши декларации по НДС, тоже вместе с документами от поставщиков и выставленных на покупателей. То есть это все есть в планах налоговой, это большие такие грандиозные планы по отслеживанию всей нашей деятельности от и до всех цепочек. То есть налоговая планирует отслеживать товары от момента их производства до конечного покупателя. Соответственно, программа 1С тоже будет в этом плане улучшаться, совершенствоваться, и в программе 1С тоже многие моменты эти будут автоматизированы. Также ведется работа над методикой отражения корректировочных и исправительных документов по договорам, по которым у нас ведутся расчеты в валюте и с оплатой в рублях. То есть такого еще пока... В программе это не автоматизировано, приходится отражать вручную такие корректировочные документы. Сами знаете, что это не всегда удобно, ну и вообще неудобно, когда что-то делается вручную. Плюс к тому и порядок отражения подобных операций тоже не урегулирован. Непонятно, какие использовать курсы валют в случае корректировок документов. То есть каждый раз разные разъяснения поступают от налоговой и Минфина. Поэтому как только будут внятные последние какие-то точные разъяснения от Минфина и налоговой, эти разъяснения будут отражены в программах 1С. Таким образом, вот самые новые изменения программы 1С я вам рассказала. Есть ли у вас какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Хорошо, коллеги, я еще какое-то время буду на связи. Если у вас есть вопросы, то пишите их в чат. Спасибо вам за внимание, спасибо, что пришли. Меня зовут Анастасия Харькова, еще раз говорю. Я специалист компании Кудерлайн. Меня слышно сейчас? Отлично, коллеги говорят, что слышно. Тогда мы с вами начинаем. В первую очередь, хотелось бы отметить, что в следующем году у нас ожидается изменение отчетности по НДС в связи с введением прослеживаемости. Я думаю, что мы с вами знаем, что такое прослеживаемость, но давайте я сейчас еще раз вам повторю. Из последних и наиболее значимых нововведений это переход на обязательную маркировку по отдельным группам товаров, а также запуск проекта по прослеживаемости продукции, которые ввезены из стран-членов ЕАЭС. Цель этих мер, простая и понятна всем, это исключить теневые операции с ТМЦ. Итак, здесь будет вестись учет партиями, а не поштучно важный момент. Далее, при передаче товаров от одного собственника к другому регистрационный номер партии товаров указывается в универсальных передаточных документах, о которых говорила ранее моя коллега Ульяна Куприна. Соответственно, регистрационный номер партии товара указывается в универсальных передачных документах или в документе об отгрузке для неплательщиков НДС. Следует отметить, что УПД на прослеживаемый товар оформляется отдельно. Таким образом, если в отгрузку попадает и прослеживаемый, и непрослеживаемый товар, то необходимо формировать два УПД. Дальше, что нужно отметить, в первую очередь, то, что в 1С есть возможность учитывать антикризисные изменения в отчетности. То есть, если рассмотреть в общем, то сам набор отчетности, состав отчетности не изменен. Но изменены, из-за пандемии были внесены определенные корректировки, о которых мы сейчас с вами проговорим. Для того, чтобы включить, в принципе, антикризисную поддержку правительства для нашего предприятия в бухгалтерии, необходимо поставить определенную галочку. В общем, как и всегда. Она находится в настройке налогов и отчетов, то есть там, где мы с вами настраиваем налоговую учетную политику. Главная настройка налогов и отчетов. И появилась новая вкладка, которая так и называется антикризис. В данной вкладке есть возможность указать о принадлежности к пострадавшим отраслям, возможность настроить перенос сроков уплаты налогов и сдачи отчетности, ну, настройка графика, например. Давайте сейчас более подробнее поговорим про заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки по налоговым платежам и страховым взносам. Мне хочется рассказать о возможности данной предоставлении. Для этого налогоплательщик должен соответствовать требованиям. Двум требованиям одновременно. Первое, налогоплательщик, то есть наша организация должна быть включена в список пострадавших отраслей, и у нашей организации должна быть снижена выручка более чем 10%, и размер снижения определяет продолжительность отсрочки. Если мы хотим запросить рассрочку более чем на 6 месяцев, то необходимо предоставить гарантию или обеспечение федеральной налоговой службы. Как это делается? Это делается в программе 1С-бухгалтерия через отчетность, через рабочее место 1С-отчетности. Вся моя презентация практически будет построена, конечно, с этим рабочим местом. А именно, открываем отчетность, 1С-отчетность, открываем уведомление в вкладку, создаем нужное нам уведомление, а в данном случае по кнопке «Создать» мы находим документ, заявление о предоставлении рассрочки по налогам, и отправляем его в налоговую службу. Это наша ответственность это выполнить. И вообще очень много мы сегодня поговорим про нашу личную ответственность, как бухгалтеров, создавать те или иные уведомления в программе. Когда мы создаем документ, заявление о предоставлении рассрочки по налогам, мы указываем там название налога, КБК, сумма и срок рассрочки. Дальше по вкладке «Обеспечение» либо «Обязательства», которое необходимо указывать. Как вы видите на данной картинке, еще раз, сведения о сроках, дальше тут указан налог ЕНВД, но можно любой другой налог, и дальше «Обязательства» это то самое обеспечение, которое мы предоставляем нашим налогам службы. Вот тут более подробно все уже показываем. Дальше хотелось бы рассказать про уведомления об изменении порядка исчисления авансовых платежей по налогу на прибыль организации. Итак, у нас есть, грубо говоря, два кейса основных. Первый кейс это благодаря изменениям, которые внесены федеральным законом 121, был повышен лимит доходов средней выручки за квартал 15 до 25 миллионов рублей, который позволяет платить налог на прибыль только поквартально, без уплаты еще ежемесячных авансовых платежей. Это тот редкий случай, когда послаблением реально можно воспользоваться без каких-либо особых проблем. Достаточно лишь внести изменения в отчетную политику, можно их внести прямо сегодня, то есть в середине года. И второй важный момент, что дало нам наше правительство, это начиная с апреля 2020 года в любое время можно перейти на ежемесячные авансы, исходя из фактической прибыли. К этому, к данному кейсу имеет смысл присмотреться компаниям с выручкой более 100 миллионов за год, ну либо менее 25 миллионов за квартал, которые не могут воспользоваться самой первой годой, которая только что сказала. В таком случае можно, к примеру, налог за июнь считать по фактической прибыли, полученной с января по май. За июль же с января по июнь именно фактическая прибыль. При резком падении выручки это действительно выгодно. Для того, чтобы воспользоваться вторым кейсом, нужно также в середине года внести изменения в учетную политику организации, а также подать в ФНС уведомления по определенной форме о переходе на ежемесячную оплату налога на прибыль, исходя из фактической прибыли с определенного месяца. Неудобство для нас, для бухгалтеров, это может быть только в одном случае, что теперь нам надо формировать декларацию, отправлять ее в налоговую инспекцию ежемесячно. Итак, как это делается? Это делается аналогично предыдущему примеру. Через 1С отчетность, через уведомления мы создаем уведомления об изменении порядка начисления, исчисления авансов по налоговому прибыли. Также это наша собственная ответственность, документ, который мы должны создать и отправить. Такого вида документ создается, как сейчас показано на слайде. Дальше. Хотелось бы поговорить об освобождении от уплаты налогов авансовых платежей и сборов. Федеральный закон 172-й освобождает бизнес и некоммерческие организации, которые пострадали от коронавируса. То есть есть определенный список организаций, которые могут себя считать пострадавшими от уплаты налогов, их могут освободить от уплаты налогов и сборов за второй квартал 2020 года. Вообще, в принципе, для страховых вносов этот период освобожден и реализован в виде страховых тарифов поставки 0%. К получившим такую меру поддержки лицам закон относит организации, субъекты малого и среднего бизнеса, также индивидуальные предприниматели, которые заняты в наиболее пострадавших сферах деятельности. Также в список войдут пострадавшие некоммерческие организации по реестрам, которые будут сформированы и полномоченными органами. Они освобождаются практически от всех налогов, за исключение НДС. От каких конкретно они освобождаются? Налог на прибыль, налог упрощенной системы налогов по ОСН, единый сельскохозяйственный налог, единый налог на обмененный доход, акцизы, налог по патенту, освобождение от уплаты имущественных налогов за период с 1 апреля по 30 июня, то есть за 2 квартал, будет предоставлено по налогу на имущество организации для всех объектов, по транспортному и земельному налогам для транспортных средств и земельных участков, которые используются или они предназначены для использования в предпринимательской или уставной деятельности. И по налогу на имущество физлиц это распространяется только для тех объектов недвижимости, которые предназначены для использования в предпринимательской деятельности. Про пониженный тариф страховых взносов, о них говорила моя коллега тоже, в размере 0%, данный тариф установлен для пострадавших лиц в отношении выплат за апрель-май и июнь 2020 года. Подробнее информации по мерам поддержки нашего государства мы можем ознакомиться на данной странице. Тут приведена краткая таблица по налогам, какие освобождены и по комментариям, за какой период освобожден и вся информация, которая необходима. Для того, чтобы была возможность освобождения от уплаты налогов, необходимо в вкладке «Антикризис», про которую я говорила с самого-самого начала, которая находится в настройках налогов и отчетов, установить галочку «Деятельность отнесена к пострадавшим от коронавируса». Давайте сейчас перейдем к бухгалтерской отчетности «Особенности формирования». Если говорить в общем, то налог начисляется в программе в общем порядке, то есть дебет 99, кредит 68. Далее налог списывается на 99 счет, то есть наоборот происходит, 99 по кредиту, а по дебету 68.04. Более подробно здесь как раз описано, то есть как разработчики не смогли в программу бухгалтерия предприятия полностью изменить код, они не стали как бы обходить, а просто таким способом, грубо говоря, восстанавливать при необходимости налога. Также хочу отметить, что в периоде, когда будет получен убыток, программа восстановит списание налога, пересчитает или уменьшит налог до нуля. Ну, здесь на слайде приведен пример, как заполняется бухгалтерская отчетность, что сумма заполнилась. Что хотелось бы отметить. Важный момент – аудит. Исходя из федерального закона о бухгалтерском учете, если годовая бухгалтерская отчетность организации подлежит обязательному аудиту, то есть есть некий список организаций, которые подлежат обязательному аудиту, то аудитерское заключение об этой отчетности предоставляется вместе с обязательным экземпляром ее в налоговый орган. То есть, смотрите, если мы сейчас с вами рассмотрим бухгалтерский баланс отчетности, мы видим, что сейчас есть галочка. Она более подробно сейчас предоставлена, а именно бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту, да или нет. Когда мы с вами устанавливаем галочку «да», мы чуть ниже вводим наименование аудитерской организации, фамилии, имя, отчество при наличии индивидуального аудита. После чего во вкладку «Дополнительные файлы» мы вкладываем PDF-файл аудитерского заключения. На данном слайде это более подробно показывает. А дальше для того, чтобы была возможность отправить бухгалтерскую отчетность с аудитерским заключением, необходимо пройти в рабочее место 1 от отчетности, выделить необходимую регламентированную отчетность, в данном случае это бухгалтерская отчетность. По кнопке «Еще», вот на слайде предоставлено, выбираем кнопку «Отправить пакет с доп.документами для ФНС». Вот как раз «Доп.документ» в «Доп.документы» и мы вложили PDF-формат в заключение нашего аудита. Все, следующая тема у нас с вами – это имущественные налоги, какие есть изменения. Смотрите, имущественный налог в этом году, декларация по имущественному налогу предоставляется раз в год, в конце 2020 года мы отправляем данные в налоговую. Обязанность вносить авансовые платежи в течение 2020 года по-прежнему осталась. Необходимо перечислять авансовые платежи в сроки, которые установлены в соответствующем регионе. Ну, нам с вами это уже известно. Дальше, если мы рассмотрим конкретно земельный и транспортный налог, то тут, конечно, немного иначе. Налог организации за 2020 год ФНС рассчитывает в теории самостоятельно на основании данных ГИБДД и Росреестра. То есть, как это действует? С 2021 года налоговые инспекции будут информировать организации, владеющими транспортными средствами и земельными участками, о начисленных налогах за прошедший год. Данные, как я уже сказала, берутся из ГИБДД, из Росреестра и прочего. Организация несет ответственность за то, чтобы уплачивать авансовые платежи, которые она начисляет самостоятельно. Ну, естественно, наша информационная база 1С, бухгалтерия, в этом поможет и помогает всегда. И далее, налоговые органы доставляют требования от уплаты налога, если вдруг они видят, что не сходятся. То есть, если по их расчетам одна сумма, а организация уплатила другую сумму. Если мы с вами рассмотрим конкретный пример, давайте сейчас поговорим, как, быстро скажу, как приводится расчет до имущественного налога. Все, я думаю, знают, что он рассчитывается при закрытии месяца автоматически. А дальше по справке расчета мы с вами можем посмотреть, что программа рассчитала, если есть ошибки, которыми, допустим, мы не согласны, мы можем найти эти ошибки. Ну, соответственно, проанализировать. Кейсы, о которых я хотела рассказать, это заявление о предоставлении льготы по транспортному и земельному налогу. То есть, ну, иногда возникают, все мы знаем, определенные события, случаи в жизни, когда необходимо, чтобы организации предоставили льгот по налогу, по уплате налога. Ранее в декларациях расчета авансовых платежей по налогам можно было заявлять о льготы. Сегодня же при отсутствии декларации расчета, как я вам уже говорила, организация может направить в ИФНС заявление о предоставлении льготы. То есть, организация сама должна отправить. Как это делается? Все так же, как и до этого. 1С – отчетность, уведомление, создаем и выбираем необходимое заявление. В нашем случае заявление о предоставлении льготы по транспортному и земельному налогу. Примерно та же ситуация, если мы хотим заявить в налоговую службу о гибели или уничтожении объекта налогоблажения по транспортному налогу. Также мы сами ответственны за то, чтобы предоставить данную информацию налоговой службе. И аналогичным образом мы это делаем. Заходим в 1С – отчетность, уведомление, создаем новое уведомление, а именно заявление о гибели транспортного средства. Заполняем вручную и отправляем. Только после того, как налоговая примет это заявление, мы можем с легкостью сказать, что все корректно сделали, как бухгалтер. Дальше. Ну, естественно, нельзя не обратить внимание на новый ход и льгот для имущественных налогов, которые введены в связи с пандемией, с коронавирусом. Они указаны на следующем слайде. То есть есть конкретная таблица, где более подробно расписана информация про это. На данную информацию мне бы не хотелось останавливать свое внимание, потому что и так все понятно и ясно. Если нет, с удовольствием отвечу на появившийся вопрос. Дальше. Вкратце мы с вами пройдем про НДС, акцизы и НДС. А именно, мне бы хотелось сделать акцент именно на интеграции с личным кабинетом ФТС. То есть что мы делали ранее? Ранее экспортеры с целью формирования реестра, таможенных деклараций все это вручную сделали. Сейчас достаточно авторизоваться из программы 1С на портале ФТС, ввести логин и пароль от личного кабинета и не вводить номер декларации на товар вручную, а подбирать его из списка. Грубо говоря, как это делается? Здесь все указано. Мы создаем документ «Таможенная декларация экспорт». Пользователя встречает так называемый баннер, либо зеленая линия с предложением заполнить номер декларации по данным личного кабинета. Нажимаем на гиперссылку «Личный кабинет ФТС». Дальше выбираем, ну у нас открывается форма подбора деклараций, сведения загружаются из личного кабинета ФТС автоматически, 1-2 сутки. Доступен отбор декларации по общей стоимости и ранее подобранная декларация по умолчанию скрыта. Выбираем необходимую нам декларацию, тем самым информация вся подгружается. В общем и целом, по данному, все, вся информация, по данному буру. Давайте сейчас совсем вкратце, совсем быстро пройдем про расчет по страховым взносам, антикризисные изменения. Почему быстро и вкратце, потому что, опять-таки же, моя коллега Ульяна уже говорила про эту тему до. Просто хочу сказать, что в 1С, естественно, реализован такой функционал. то есть мы заполняем, 1С все автоматически подтягивает всю информацию и мы сразу же просто отправляем ее в налоговую службу, вообще в отчет. Здесь все показано, как это все автоматизировано. создаем просто новый документ РСВ. Дальше. Также показаны новые коды, которые, я думаю, мы все с вами знаем, что они загружаются автоматически. Их можно код прочитать, наименование прочитать. Если что-то непонятно в плане законодательства, то, естественно, есть как база знаний ИТС, так и коллеги, которые точечно уже могут подсказать, рассказать, какой конкретно код можно подставить в конкретную ситуацию. Ну и дальше последнее, о чем я хотела сказать. Несмотря на то, что осталось много слайдов, но все в общем и целом это об одном, это об уведомлениях и заявлениях, которые есть в 1С-отчетности. Например, новые формы. Уведомления об открытии и закрытии счета вкладов банки или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ. Уведомления об изменении реквизитов счета вкладов банки и так далее и тому подобное. Очень много данных уведомлений и все они уже реализованы в 1С-отчетности. Как их можно отправить, все так же, как и другие заявления и уведомления. 1С-отчетность. Складка «Уведомления». Создаем и необходимое уведомление, форма уже подтягивается автоматически, но заполняем мы с вами это все вручную. И проверяем вручную и отправляем. Таких уведомлений очень много. Я бы не хотела сейчас на каждом из них акцентировать внимание. Все они предоставлены подробно на презентации. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. В общем и целом, моя презентация подошла к концу. Если у вас есть какие-то вопросы, мы с коллегами вам рады ответить. Благодарю за ваше внимание. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова